Здравствуйте! Вы смотрите программу Дело Раскрыто. С вами Юлия Руднива. Как отличить фальшивую купюру от настоящей и где можно наткнуться на подделку, мы расскажем в этом выпуске. По данным УМВД России, по Ульяновской области за 2023 год в регионе зафиксировано порядка 70 случаев сбыта поддельных денег. Чаще всего преступники используют поддельные пятитысячные купюры. В 2019 году двое жителей Чердоклинского района Ульяновской области расплачивались фальшивками, покупая с рук дорогостоящие смартфоны. Потенциальных жертв ульяновцы искали в республике Мордовия через социальные сети и сайты объявлений. В этот же день договаривались с продавцами и ночью, либо в вечернее время, совершали сделку. С учетом плохого освещения купюры не сразу вызвали у пострадавших подозрения в их подлинности. С заявлением в полицию горожане обратились спустя сутки. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из Республики Мордовия на территории Чердоклинского района Ульяновской области были задержаны двое жителей региона. Всего задержанные сбыли на территории Саранска 14 поддельных денежных купюр. Возбуждено два уголовных дела. По результатам рассмотрения в 2021 году Ленинский районный суд города Саранской республики Мордовия вынес обоим преступникам обвинительный приговор. Некоторые фальшивоманьячики действуют особенно изощренно, пытаясь обменять подделки не своими руками. От действий горе-приятеля в 2021 году пострадала 28-летняя жительница Ульяновска. Один из знакомых попросил ее разменять в банке на улице Гончарова две пятитысячных купюры. При проверке банкнот выяснилось, что купюра имеет признаки подделки. Приведенная экспертно-криминалистическим центром ОМВД России по Ульяновской области экспертиза подтвердила предположение финансовой организации. Знакомого потерпевшей 28-летнего ульяновца задержали. Он полностью признался в содеянном и пояснил, что намеренно дал девушке фальшивые купюры для размена. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 186 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Некоторые преступники приобретают подделки целыми партиями. В 2023 году задержали ульяновца, который заказал в интернете 10 фальшивых пятитысячных купюр. Сбыт липу горе-банкир пытался в магазине около железнодорожного вокзала в Ульяновске, где его задержали полицейские. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в железнодорожный районный суд для рассмотрения предъявленных обвинений по существу. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказывается лишением свободы на срок до 15 лет по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иногда злоумышленникам удается реализовать свои планы. Поддельные купюры попадают в кассы магазинов, их принимают банкоматы. Уровень современных фальшивок может быть настолько высок, что их не распознают даже некоторые детекторы банкнот. Подсовывают люпы фальшивомонетчики чаще всего там, где денежный билет сложно рассмотреть. Чаще всего сбывают в магазинах, в киосках, в ночное время суток. Зачастую обращают внимание на то, чтобы камер не было. Также распространенным каналом сбыта являются сайты объявлений, где люди продают товары. В этом случае преступники назначают встречу, где расплачиваются подделкой. Проводят нечестные сделки они зачастую в безлюдных местах в темное время суток. Если вы продаете товары через интернет, перенимайте оплату предпочтительно через официальные банковские приложения. Выбирайте безопасную локацию для сделки – собственный дом, либо общественное место. Проводите сделки желательно днем, когда можно будет тщательно рассмотреть и товар, и наличные, если ими расплачиваются. Покупатель, который действительно заинтересован в товаре, согласится на такие условия. Если вы все же пользуетесь наличными, обязательно обращайте внимание, нет ли явных признаков подделки. Быстрее и проще всего просветить купюру, проверяя наличие водяных знаков и посмотреть на оптические элементы некоторых банкнот. Вот это оптический цветопеременный элемент, который под различными углами, вот это кольцо должно перемещаться. Но пока преступники не могут это подделать, так сказать. Из-за этого стоит обращать на это внимание. Также вот в модификации 2010 года, 5000-х купюрах, также присутствует оптический цветопеременный элемент, который под различными углами будет перемещаться, линия такая. Говорит об отделке и плохое качество защитные нити. Часто фальшивки выдает и расслоение банкноты. Вот здесь прямо можно обратить внимание на купюры номиналом 2000 рублей. Она была склеена из двух бумаг. Выдает так называемую липу и неправильная микроперфорация, небольшие отверстия. В настоящих купюрах она неощутима. Также у нас на купюрах присутствует повышенный рельеф. Это вот, если посмотреть, билет Банка России обладает повышенным рельефом. Это вот здесь, допустим, мы видим вот эти штрихи и метки для слабовидящих. Они обладают повышенным рельефом. На подделку может указать также осыпавшаяся краска. Принимая от кого-то наличные, обратите внимание на Наличие водяных знаков на просвете, качество бумаги, краски и защитной нити, перемещение оптических элементов под разными углами света, качество микроперфорации, которая должна быть неощутима, и рельефность купюры. Если сомневаетесь в подлинности, то ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно сбыть подделку. Иначе вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Если обнаружили фальшивую купюру, следует обратиться либо в ближайший отдел полиции, либо в ближайшее отделение банка. Если с вами пытаются расплатиться таким образом, то также пытаемся удержать человека, а сами попытаемся набрать в полицию и сказать. В случае, если вы не распознали подделку сразу или сомневаетесь в подлинности купюры, то можно отдать ее в банк на экспертизу. Для этого необходимо принести банкноту в подразделение любого коммерческого банка, которое работает с наличными деньгами. Далее она направляется в Банк России. Банк России проводит экспертизу. На экспертизу, когда банкнота поступает к нам в отделение, эксперт в течение 10 дней проводит экспертизу. Если банкнота признана платежеспособной, деньги клиенту зачисляются на счет кредитной организации или в кредитной организации ему в кассе выдадут наличными деньгами. Это уже по желанию клиента. Если банкнота будет признана поддельной, эту банкноту мы передаем в МВД, и банкноты и суммы не возвращаются клиенту. На сегодняшний день российская денежная система считается одной из самых защищенных в мире, потому что каждую купюру можно проверить на подлинность сразу по нескольким признакам. Помимо этого, почти все денежные билеты существуют в нескольких модификациях. Часто ту или иную модификацию купюру путают с подделкой. Предварительно проверить подлинную или купюру, которую вы держите в руках, вы можете самостоятельно. И для этого необязательно специальное оборудование. Человеку, который не работает в банковской сфере, разобраться бывает сложно. Чтобы узнать, какие бывают защитные признаки и где они находятся на банкноте, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением Банка России. Приложение называется «Банкноты Банка России». Оно очень удобное. Вы можете посмотреть любую банкноту, любой модификации. Например, если у меня в руках банкнота 1000 образца 1997, модификации 2010 года, я ее нахожу в приложении. И мне само приложение показывает, как посмотреть один, любой признак. На просвет или под углом зрения. Как проверить. И вы также с помощью телефона можете или повернуть телефон, или поднять на просвет. Вам подскажут мобильные приложения. И вы увидите, что должно быть на вашей банкноте. Если вы сомневаетесь в подлинности банкноты, проверьте признаки подлинности. При необходимости воспользуйтесь для этого приложением Банка России. Обратитесь в правоохранительные органы или банк для проведения экспертизы. Распознать подделку самостоятельно бывает непросто. Поэтому, если вы хотя бы немного сомневаетесь в подлинности купюры, не стесняясь, обратитесь к специалистам, которые проведут экспертизу, чтобы вас не привлекли к уголовной ответственности за сбыт фальшивых денег. На этом у меня все. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»